Приветствую вас! Конечно, по тексту достаточно сложно делать какие-либо предположения, тем более по такому небольшому тексту, я бы все-таки, ну, предложил бы вам больше нюансов раскрыть, то есть, как бы, какой молодой человек у вас, какая вы, я имею ввиду по характеру, да, вот, и тогда уже более понятно будет, что же вам можно порекомендовать в этой ситуации, чтобы не давать каких-то рекомендаций вслепую, ибо это то, чего, ну, то, чего мне не хотелось бы в данной ситуации. Это, значит, первое, что хотел бы сказать, а второе, что хотел бы сказать, значит, складывается ощущение, по крайней мере, у меня, что вы уже для себя сами все решили, то есть, вы уже знаете, как будете вести себя, вы уже знаете, как будете позиционировать себя по отношению к молодому человеку и так далее. И, если я прав, то не совсем понятно, о чем и зачем вы спрашиваете нас. То есть, если вы уже решили для себя, то будете поступать определенным образом, что у вас меньше желания, что вообще практически нет желания человеку писать, звонить, там, общаться с ним и так далее, да. Если у вас нет этого желания совершенно и полностью, то довольно мало вариантов у вас для того, чтобы поступать каким-то образом, понимаете. То есть, этот момент достаточно важен, на мой взгляд. Так, если вы сами для себя решили, исходя из своих желаний, то лучше вам так и поступать. Ну, вы, например, написали такую вещь, что молодой человек вам не пишет, сам не звонит, как я понял, не проявляет какую-либо инициативу и прочее, потому что у него такой характер. Ну, вот такой у него характер, говорите вы. И это уже раскрываются его индивидуальные черты. И это, как раз, то, что раскрываются его индивидуальные черты, является куда более важным, куда более, ну, я бы сказал, принципиальным. Потому что черты характера мужчины раскрываются. А сам человек, вот какой человек, непонятно. Непонятно, что за человек, непонятно, какой он вообще, почему, например, чувствуя и понимая, что у вас там какие-то проблемы сейчас, на данный момент, мужчина отказывается проявляет какую-то инициативу, что им движет. Этот момент не очень понятен. И он непонятен, дали бы, пока вы не расстроите больше себя и больше своего мужчину. Это первый. Это даже не первый, наверное, а следующий момент. Теперь дальше. Я понимаю, что вы не хотите сейчас как-то взаимодействовать с мужчиной. Я понимаю, что вы не хотите, ну, не хотите и не можете через силу заставлять себя с ним взаимодействовать. И, пожалуй, это правильно. Но если он вам дорог, то вы хотя бы стараетесь поддерживать хоть какое-то общение, хоть какое-то взаимодействие на минимальном уровне. Чтобы не потерять друг друга, чтобы не отдалиться полностью совсем друг от друга. Понимаете? Если для вас это ценно, если для вас это важно, если для вас важен молодой человек, старайтесь просто поддерживать разговор, старайтесь просто поддерживать диалог, чтобы окончательно не отдалиться друг от друга. Вот это важно. Это важно для вас очень-очень-очень сильно. А там действительно дальше будет понятно, что вас ждет. То есть, действительно, либо мужчина как-то будет проявлять себя и будет как-то стараться налаживать отношения, особенно если вы видите, что, если он видит, точнее, что у вас есть некоторая проблема, да, либо нет и, да-да, это определенно не ваш человек. Я думаю, что именно так можно ответить вам на вопрос, на ваш ответ. Хотя, еще раз повторю, у меня сложилось такое впечатление, что вы уже сами для себя все решили. И к нам вы обратились просто для того, чтобы, ну, не знаю, чтобы подтвердить правильность своего действия или подтвердить верное направление того, что вы делаете. Ну, мы не можем, не будем и не хотим заставлять вас делать то, что вам, ну, не хочется сейчас, вот, на данный момент. Это было бы неправильно. Неправильно делать что-то против своей воли. Неправильно делать что-то против, против, ну, против себя. Неправильно, неправильно. Поэтому я думаю, что вам не нужно прислушиваться к себе, вам нужно, как бы, учитывать ваши интересы, учитывать ваше спокойствие, ваш комфорт, но при этом, если для вас несложно, если для вас допустимо, вот, проявление какого-то внимания по отношению к мужчине, ну, даже там, знаете, такого вот, может быть, ну, самого минимального. То есть, необязательно, там, его веселить постоянно, необязательно его, там, постоянно развлекать и так далее. Ну, вот, самого минимального для того, чтобы поддерживать отношения. Просто, чтобы поддерживать нормальную связь. Вот, ага, если вы можете сделать это, если вы будете делать это, то я думаю, у нас будет, по крайней мере, сохраняться база для того, чтобы отношения не затухли и получили хоть какую-то надежду на дальнейшее развитие. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи, прежде чем закончить такой небольшой посткриптум по поводу интуиции. Вот, интуиция – это принятие счастья за целом. И следуя интуиции, доверяясь интуиции, вы можете 50 на 50 ошибиться и 50 на 50 оказаться правым. Но если вы окажетесь не правым, если вы ошибетесь, будет обидно, будет больно, будет жалко, вы всегда, возможно, будете видеть. Поэтому, если вам интуиция подсказывает, что лучше датаиться, то затаивание, во-первых, ни в коем случае не должно вредить вам, а во-вторых, а почему? Почему вы должны все это терпеть? Почему мужчина не может подумать, что вам безразличностно, вам все равно, например? Поэтому, я думаю, что будет лучше, если вы проявите свои эмоции, проявите свои желания, но в контексте себя. Не пытаясь переделать мужчину, не пытаясь там его направить куда-то, куда вам, допустим, кажется правильным, а именно в контексте себя, показать мужчине, мужчине, чего вы хотите. И вот пусть уже он с этим делает то, что считает на себя возможным. Либо он обратит внимание на то, что вам важно, либо нет. Если обратить, то это показатель его, не безразличия, а если не обратит, то это показатель его безразличия. И вам уже можно будет делать выводы, исходя из того, как он себя с вами повел. А пока просто считается, что вы в невесомости, в неопределенности, а это всегда очень гнетуч, действительно угнетает неопределенность. Поэтому вот именно от нее я и рекомендую вам избавляться. На этом все. Еще раз всего доброго. Удачи вам.